Всем привет! Это мой первый обзор, микрофон будет у меня Sven MK150. Микрофон упакован в пластиково-картонную упаковку. В комплекте идет микрофон и кабель, как обозначено на инструкции, 1,8 метра. Но в итоге мы получаем где-то метра полтора. Штекер здесь обычный, 3,5, никакого USB. Так что никаких проблем с подключением у вас не должно возникнуть. На микрофоне есть сзади подставка с двухсторонним скотчем. Вы можете его прикрепить куда угодно. На стену, на ваш монитор, на колонку. Вот так выглядит сам микрофончик. Сзади идет прищепка, которую можно повесить на вашу кофту, либо рубашку, либо майку. Двухсторонний скотч довольно-таки крепкий. Когда вы прикрепите его к его поверхности, его довольно-таки трудно потом снять. Прищепка довольно-таки слабая, я вам сразу говорю, даже если вы прицепите, не. Ну она будет конечно держаться, но так себе. Кабель тоненький, но длинный. В плане даже если сзади подсоединить к самому системному блоку, он достанет без проблем. Обычная стандартная инструкция со всякими блам-блалендами и всем остального. Ничего вам такого интересного в ней не даст. То, что вы не сможете найти в интернете. Просто по эксплуатации чего-либо еще. На другой инструкции будет написано частота диапазона, чувствительность в децибелах, размер микрофона. Даже будет написан тип разъема подключения 3.5. И длина кабеля, ну тут написано 1.8, но мне меньше повезло, поэтому у меня 1.5. Ну и вес в граммах 23 грамма. Ну и наконец-таки приступаем к тестам. Ну что ж, повесил я микрофон на воротни и футболки, заходим в меню пуск, панель управления, звуки, запись микрофона, свойства естественно, и потом уровень. И смотрим, усиление микрофона у меня на 10 децибел стоит. Сейчас нам не слышите при усилении на 10 децибел. Я не знаю, мне кажется, слышно плохо, потому что видеть на воротнике его почти не слышно. Говорили нормально, умеренно, не кричу ничего. Не повышаю голос. Сейчас увеличим до 20. На данный момент увеличим до 20. Сейчас вы меня слышите на 20. И я напомню, микрофон висит именно на воротнике футболки. Ну для того, для чего он и предназначен. Я перешел на стандартный микрофон с под наушников. Не знаю как вам, мне не понравилось его звучание и частота и все остальное. При этом, что на 20 децибелах идет гул и шум при повышенной частоте. Ну а там решать вам. Хотите, можете, конечно, покупать его. Но я лично не рекомендую этот микрофон для какой-либо озвучки или чего-либо еще. Возможно, на свежем воздухе его можно рекомендовать для обзоров и всего остального. Но сидя в доме, комнате, он не подходит. Не забудьте поставить лайк. Всем спасибо, подписываемся на канал. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok